Главная тема сегодняшней встречи – подготовка к отопительному сезону. Все хотят знать, когда же в квартиры и социальные объекты Полевского придет тепло, а в южной части еще и горячая вода. Уже холодно, может быть мы стартанем, и в принципе все для этого есть. На севере, опять-таки, тема, связанная с долгами, она тоже может подставить под сомнение сроки. Но то, что отопительные сезоны начнутся, ну, выбора нет. Моя задача, чтобы они начинались в экономически благоприятных условиях, ну и, конечно же, вовремя. На юге мы к этой истории приблизились. Относительное благополучие юга – это прежде всего результат плодотворной методичной работы как администрации города, так и коммунальных компаний. Всего на подготовку города к отопительному сезону было выделено 66 миллионов 880 тысяч рублей, в том числе 24 миллиона 407 тысяч рублей из местного бюджета. В этом году акцент был сделан на ремонте сетей холодного водоснабжения, так как при транспортировке теряется 60% воды. До конца года мы планируем актуализировать систему водоснабжения, дальше предложить поучаствовать также, ну, либо в частной инициативе, либо разработаем конкурсную документацию и передадим в сети ХВС и водоотведение в консессионное соглашение. Рассчитываем, что это тоже будет движение к результату, к надёжности и качеству воды. Второй блок вопросов, адресованный главе Полевского, касался благоустройства нашего города. Полевчан интересует ремонт дорог, а именно улицы Декабристов, строительство тротуаров и восстановление въездов во дворы многоквартирных домов. В этом направлении сделано уже многое, говорит мэр Полевского. Стоит взглянуть на улицу Розу-Лексембург, Победы или Бульвар Трояна. И понимаешь, Полевской становится комфортным для проживания. Относительно следующего года топ-планов громадьём. Это и реализация проекта по благоустройству улицы Карла Маркса и строительство дороги по улице Декабристов. А если говорить о проблемах, то здесь в списке актуальных уличное освещение. Практически двух-третьих опорах – это опоры предприятия, которое занимается энергоснабжением нашего города. При этом светильники, которые там висели, они убирают и обратно не восстанавливают. За редким исключением, где мы там как-то договариваемся. Но и в целом это серьёзно ухудшает целыми улицами. Я думаю, что даже, может быть, где-то и на ваших улицах вы не досчитываете светильников, которые там когда-то были. Как этот вопрос решить? Мы сейчас думаем. И вот в рамках программы «Умный город» мы как раз-таки планируем решить эту проблему. А вот и первый вопрос из зала. У полевчанки дочь – человек с ограниченными возможностями здоровья. Женщина интересуется, что в Полевском делается для того, чтобы он стал доступным для маломобильных граждан. Сегодня ни одна проектно-сметная документация не пройдёт экспертизу, если не будут решены инженерные вопросы в части, как это правильно, на языке строителей, пологости перемещения. Посмотрите улицы Победы, посмотрите улицу Роза-Лексембург. Роза-Лексембург, Трояна мы сейчас делаем. Там, в принципе, что инвалиду-колясочнику или маме с коляской, да, значит, мама с коляской – это тоже маломобильная группа граждан, потому что, ну, коляску же надо тащить, её надо же как-то вот по всем этим ступеням-то вести. Сегодня этот вопрос решён. В зале есть и представители сельской культуры. У каждого свой вопрос на одну тему – ремонт или строительство домов культуры в Косомбраду, Курганово и селе Полневая. В 20-м, в 22-м году будет программа, и мы будем в ней участвовать. То есть будет разработан типовой проект, государство на это дело смотрит положительно, и, возможно, будет выделено финансирование отдельно для строительства клубов на селе. То есть будет один готовый проект. Поэтому мы двигаемся в этом направлении. Потому что сам проект стоит от полутора миллионов, ну и так далее. То есть это очень дорогостоящее дело для города, но мы это дело не оставляем. Подождём ещё пару лет. Ещё один вопрос от работников культуры касался оплаты труда. Здесь ответ держит глава Полевского. Моя задача – сделать так, чтобы в следующем году до вас расходные полномочия были доведены побольше. А ещё работникам культуры было интересно, будут ли восстанавливать парк за центром культуры и народного творчества. Возможно ли усилить охрану правопорядка на улицах города. Силами разных людей и организаций немножечко, немножечко похорошел. Насколько я знаю, общественники подготовили. Игорь Сергеевич Котков мне показывал своё видение парка. Но мы сотрудничаем с Уральской архитектурной академией. И они мне уже тоже показали парк проработанный. Наталья Вишнева, Константин Миронов. При поддержке пресс-службы администрации Полевского городского округа. Для новостей 11 канала. Продолжение следует...